Я знаю, что сегодня можно было бы говорить о нашей поездке, которую мы совершили 10 дней, но я хочу начать немножко с другого. Каждый раз, когда включаешь канал новостей, смотришь, что происходит в мире не по причине любопытства, а почти зная, что в последнее время наступят времена какие облегченные для некоторых людей, либо тяжкие для многих. И смотря на мир, мы понимаем, что мы где-то в каком-то времени или отрезке времени, где вот-вот что-то должно произойти. И это ожидание всегда томит наше сердце. Особенно, когда мы видим происходящее не только в нашей стране, но и за рубежом, и в экономике всего мира, мы пытаемся каким-то образом защитить самих себя. И самосохранение является частью человеческой жизни. Я почитаю вам цитату, которую я выписал специально, и она мне, как бы так, будет началом моим для проповеди. «Разговаривают пессимист и оптимист, все самое хорошее уже было». Нет, другой возражает, говорит, «Все самое плохое еще впереди». Вот так мыслят сегодня люди. Сегодня, смотря в этот мир, на самом деле люди говорят, «Все самое хорошее с нами уже было». А другие говорят, «Да нет, нет, все самое худшее еще придет». Многие сегодня пророчески говорят о грядущих проблемах и ситуациях. И фактически экономисты мира говорят, что нас ожидает еще одна рецессия, еще какие-то ситуации, экономические положения. И многие люди, особенно пророческого толка, начинают возбуждать в народе вот это состояние, что ждать нужно плохого. И причиной начинают искать то, что церковь или община не на своем месте. Люди не приближаются к Богу, грешат и сливаются с этим миром. По этой причине грядущее будет сильным наказанием. Вы многие видели таких пророков, видели таких людей, которые, сидя в залах, в церквях, в общинах, они с большой жаждой ожидают, что эти грядущие катаклизмы, которые грядут в этот мир, обязательно произойдут в церкви. И вот самолюбие свое и гордость, они выражают тем, что посмотрим, посмотрим, вот дождетесь, это все совершится, забывая, что эти люди являются также людьми Божьего народа. О чем я говорю? Каждый раз, когда говорили пророки о будущих бедах, которые ожидал Израиль, они были готовы страдать с этим народом, не разделяя себя от него. Даниил, Иезекииль, другие пророки, которые, говоря о том, что Бог им открывает о будущих днях, готовы были вместе с этим народом нести участь, несмотря на то, что Господь говорил через их устав. Большинство современных пороков, они говорят, а нас Господь по причине нашей праведности сохранит. А я, как Иоанна, сяду под кустом и буду наблюдать. Ага, вот так вам и надо. А я говорил же, что будет, а у меня будет хорошо. И знаете, я вам скажу, беда такому человеку, абсолютно беда, потому что эти люди не знают сердце Бога. Эти люди не знают, что Бог, который возлюбил Израиль, смотря на его падение и подъемы, смотря на его ропот и при всех ситуациях, когда Моисей всего лишь с большим огорчением и вот с ненавистью сказал, мне ли вам сегодня из этой скалы вывезти воду, Бог сказал, сегодня, сегодняшнего дня ты не увидишь, то есть ты не войдешь в землю обетования, только увидишь далека ее. Почему? Потому что твое сердце не было своим народом. Рав Шаул говорит, я сегодня готов пожертвовать своим спасением ради народа моего Израиля, чтобы они пришли ко спасению. И знаете, что? В это время уже началось рассеяние, уже тогда было рассеяние, которое Бог обещал. И Рав Шаул, Павел говорит, что я готов сегодня отдать свое спасение, я готов сегодня страдать в аду ради того, чтобы мой народ был спасен. Другими словами, сегодняшнее поколение пророков, они самоцентричны, самолюбивы и нежертвенны. Они больше склонны к критике, наверное, или же жажды крови увидеть пролитых верующих. Вместо того, чтобы, зная, что Бог говорит, склонять колени и говорить, Господь, я хочу быть частью этого народа, который пройдет через трудности, через переживания. Я хочу быть тем, кто будет рядом возле тех людей, которые страдают, и помочь им подняться в минуту, когда будет тяжело. Но чаще всего ты слышишь другое. Бог нас, тех праведных, тех самых-самых, Он сохранит. А всю церковь, она будет поражена, потому что это великий Вавилон. А ты кто? Один из вавилониянин там? Или ты тот, кто там живет? Тот, кто питается там? Тот, кто ищет своего? Знаете, я начал искать Слово, которое бы говорить к общине и ко всем людям, которые слушают нас по интернету. Первое, что Господь, у меня открылся, это из Икиля 12 глава, 22 стих. Сын Человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Он говорит, подожди секунду, что у вас говорят? Что за пророческая пословица говорит? Что то, что пророчествуют, хай себе говорят, да, а ничего не сбудется, в наше время не сбывается. Послушайте, мы, многие из нас, мы переживали возрождение свыше. Многие из нас прикасались к сверхъестественному и невозможному. И приходят времена, когда будут трудности приходить, но это не означает, что Бог отделил себя от народа. Означает, что Он ищет праведности и людей, которые будут верны Ему. Даже если Его Слово замедлит, но Бог говорит, именно, помни, что оно избудется. То, что нам было сказано много лет назад, каждому из нас много лет назад, относительно личной жизни, Бог сегодня хочет сказать, помни, что я говорил тебе, оно избудется. Не замедлит это слово, оно обязательно сбудется. Только твердо верь в то, что я имею призвание к тебе. Сегодня люди, в общем-то, как бы, смотря на происходящее, говорят, ну что, что будет дальше? И Бог говорит, я хочу изменить это время. Многие люди в современном мире при окружающих обстоятельствах становятся самоцентричны. И это заметно не только на Украине, не только, может быть, за рубежом. Это заметно фактически по всему миру. Потому что новости, которые несет сегодня телевидение или же газеты, толкают нас на самосохранение. Самосохранение является самым сильным мотиватором для каждого человека. Потому что нам не нравится то, что происходит. И мы хотим себя защитить. Мы всегда пытаемся выжить при любых обстоятельствах, любой ценой. И это становится проблемой, которую мы не видим. Да то, что был наказан Израиль в свое время. Послушайте внимательно. Если многие верующие сегодня говорят о том, что Бог, Бог Израиля, наш Бог, то посмотрите на жизнь Израиля, что история, она повторяется. И если тогда люди, которые себя самоцентрировали, отделили от общества, пытаясь сохранить себя, они потом попадали в обстоятельства, которые мы называем рабство. И если сегодня Божья община по всей земле и не евреи, и евреи будут себя питать тем, что мы должны быть, как бы, моя хата с краю, я ничего не знаю, мы попадем в те же самые развилки, которые попал Израиль в свое время. И он говорит, что я рассею его, я рассею тебя, Израиль. Мы должны помнить, что если это было тогда, оно обязательно повторится и сегодня. Бог вчера, сегодня, вовеки тот же Он, Бог, который не нарушает своих обещаний. Смотрите, числа 23, 19. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человек, и чтобы ему изменять. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Разве Бог может изменить? Разве Бог может не исполнить? Мы понимаем, что Он Бог силы. Но очень интересно, можно ли изменить будущее? Можно ли изменить прошлое? Можно ли изменить настоящее? Вот это то, что сегодня тревожит весь мир. Открываясь сегодня именно интернет информации и так далее, люди спрашивают, можем ли мы, как нам изменить будущее? Как нам изменить наше прошлое? Что нужно взять? Как нам изменить то, что происходит сейчас? Без Бога невозможно. Потому что, если Он сказал, Он сделал. Интересный факт. Помните, я вам намек сделал на Иону, который был в отшреве кита. Потом он пришел в Неневию, и там он пророчествовал о будущих грядущих катаклизмах, которые ожидали народ. Вдруг народ, услышав своим сердцем то, что Бог приготовил для них, не хотели умирать, не хотели погибать, они в прахе и пепле посыпали себя, раскаявшись. Бог что, изменил, изменил ситуацию. Пророк сел на место под деревом и стал ждать, пока все исполнится. С этим вот ожиданием. Не слушали меня? Получите от Бога моего. Проснулся утром, завяла вся эта красивая пальма, лопух, который под которым он лежал. И тот огорчился. Огорчился. Бог говорит, подожди секунду. Ты чего огорчился? Из-за лопуха, который за одну ночь поднялся и потом умер, потом подточил его череп, все. Ты ради этого сорняка, ты расстроился так, а это люди, это люди. Тебе нужно было бы расстраиваться за них, что у них должно быть именно отношение с Богом, а ты о траве печалишься. Как сегодня много таких пророков, которые слышат голос Божий о будущих, грядущих днях, они ничего не делают. Абсолютно. Они говорят только то, что Бог хочет сделать. А сами, сами не упражняются, ни в посту, ни в молитве, не стоят в проломе. Бог говорит, кто станет в проломе за меня, за мой народ? Праведный ли был бы Израиль в то время? Нет. И Бог видел это. Он спрашивает, кто станет в проломе? Сегодня как никогда необходимо пролом защитить, стать в этот пролом в молитве. И если мы знаем, если мы чувствуем, если мы переживаем то, что может нас наказать, какое наказание мы можем пережить, нам как никогда нужно стоять в проломе. Я говорю за всю церковь, за все общество Христово, не только за нашу общину. Я говорю сегодня о самом тяжелом постоянии, когда народ внутри себя терзает, когда уничтожают друг друга манипуляционными, пророческими движениями, которые говорят о страшных временах. Но мы можем изменить это время, если будем по-другому мыслить. Он говорит, что-то нужно сделать. Я Господь, я не изменяюсь, но есть что-то, что может двигать мое сердце. Это ваше состояние. Это вы. И это мое сердце, Бог говорит, открыто каждому человеку, потому что я Бог, Бог любил, я возлюбил человека настолько сильно, что я отдал своего сына за каждого из вас. Слово «за весь мир» означает и каково? Праведных и неправедных. За всех, за богатых, бедных, нищих, за всех Господь отдал своего сына. Услышьте это сегодня. Я хочу сегодня донести простые вещи, которые касаются всех нас. Мы, как верующие люди, мы не можем позволить себе правила самосохранения, как делают другие люди. Мы не можем из мира и том, в чем мы выросли, привести в общину это чувство самосохранения. Моя хата с краю. Мы не имеем на это права. Если Ишуа, который оставил славу небу, небо пришел, чтобы умереть за нас, он оставил все, чтобы приобрести нас, мы также должны последовать этой части. Мы сегодня не живем для себя. К сожалению, эту систему, в которой мы выросли, в которой мы крутимся, по какой-то причине мы ее вносим в общину. Филиппийцам 2,19 говорит так, «Надеюсь же в Господе Ишуа вскоре послать вам Матфея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Господу». Интересно, эта проблема не сегодняшнего дня. Эта проблема, которая существовала еще задолго до нас. Но очень важно, открыто здесь, что многие люди, они ищут своего, они не ищут того, что угодно Господу. И вот с этим, с этой проблемой чаще всего нам приходится сталкиваться. И сейчас мы забываем важное любить ближнего, как Мессия возлюбил нас и пострадал за нас. По неизвестной причине, но вообще-то по известной причине нам мы перекладываем всю ответственность за наши поступки и на других. Наши слова мы пытаемся передвинуть. По какой причине? Простая причина. свое я мы тщательно защищаем. Своё я мы тщательно сохраняем. Нам неприятно, когда нас унижают, нам неприятно, когда нам ставят это в упрек. И мы пытаемся чаще всего сохранить себя, а значит уединиться, а значит отделить, а значит не общаться и тем самым расслабить то, что Бог строит. Мы должны быть завязаны. Ефесянам 5.4 Также сквернословие, пустословие, смехотворство и неприличное вам, а напротив благодарение. Почему я говорю это? Когда люди в общине начинают самоцентрично вокруг себя защищать свою территорию, потому что мы боимся, что нам сделают больно, мы не привыкли принимать даже упреки или же порицания для того, чтобы себя устроить. Мы закрываемся тем же самым, мы начинаем защищая себя говорить то, чтобы оправдывать. А чаще при оправдании мы начинаем говорить дурное о других людях. Извини за выражение. И это делает нас уязвимыми. И дьявол будет пытаться всегда уничтожить единство в церкви. Я говорю о глобальном положении общины. Потому что дальше говорит Ибо знайте никакой блудник или нечестивый или любостяжатель который есть идолослужитель не имеет наследия в царстве миссии Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами ибо за это приходит гнев на сынов противления. То есть другими словами когда мы не позволяем именно отделяем себя о самоцентричность делаем это понятно потому что в этом мире мы хотим защитить себя в это время мы говорим Богу что мне не нужен защитник я сам себя защищу и защита чаще всего она плотская мы начинаем оправдываться мы говорим какие-то истории мы начинаем говорить а ты такой а ты сякой или же и другие слова и мы говорим что нам не нужен щит, нам не нужен Бог но когда нас сильно-сильно ранят когда нас сильно порвали когда та правда которая на самом деле есть она нас полностью уничтожает мы говорим Бог свидетель Бог мой защита почему это не сделать раньше почему нам не посвятить свою жизнь настолько чтобы нам не бояться было когда нам сказали слова там типа ну так ты это не убрал мы бы сказали прости я не успел я это сделаю сейчас они говорят а ты знаешь что у меня за дела были а ты в моих сапогах ходил а ты да сегодня время не уничтожать друг друга а соединяться зная что будущее придет грядет оно тяжелое и в это время как никогда нужно общине Божьей соединяться на основании молитвы на основании поддержки друг друга на основании того чтобы даже уметь поклоняться вместе здесь когда Господь действует чтобы поднимать наши руки когда Господь действует выходить вперед чтобы перед ним плакать рыдать если нужно танцевать танцуйте чтобы приготовиться к последнему времени а времена идут тяжкие насколько готовы ли мы сегодня страдать с теми братьями и сестрами которые будут в тяжелых обстоятельствах готовы ли мы принимать друг друга и какими такими мы есть вот здесь Бог хочет чтобы мы открылись и по этой причине Израиль страдал он был рассеян потому что они унижали вдову они брали лихву они отдавали деньги в рост они обманывали проливали кров и Бог говорит достаточно по этой причине я вас рассею потому что я вас вывел как один народ и вы должны быть одним вы одна от одной плоти вы произошли вы сыны обетования обещания как каждый из нас мы сыны и дочери обетования Иисус еще умер за нас чтобы дать нам это единство единство веры и быть друг с друг другом это важно сегодня слышать послушайте дорогие друзья это момент для нас и так не будьте сообщниками их то есть в этом мире вы были никогда тьма а теперь свет в Господе поступайте как чадо света потому что плод духа состоит во всякой благости праведности и истине испытывайте что угодно Богу и не соучаствуйте в бесплодных делах тьмы но обличайте ибо о том что они делают тайно стыдно говорить все же обнаруживается делается явным от света ибо все делающие делающиеся явным свет есть посему сказано сказано встань спящий воскресни из мертвых и осветит тебя мессия для многих из нас Бог неоднократно говорил о нашем призвании о нашем будущем ибо какой-то причине мы забываем либо оно не исполняется и я хочу сегодня говорить вам порочность которую Господь говорит вам говорил оно избудется мы должны верить но для этого необходимо что-то сделать для этого нужно убрать понимание самоцентричности многие ждут исполнения вот Господнего обетования и так народ Божий тоже пытался ожидать что будет перед вот ситуациями Торопа Паламинон 7 глава если заключу небо и не будет дождя и если повелю в саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ и смириться народ то есть Бог говорит разве я не могу это сделать я могу это сделать я говорю что если отойдете от меня я это сделаю но у меня для вас есть добрая весть если смириться народ который именуется именем моим и будут молиться в защиту лица моего и обратятся от худых путей своих то я услышу с неба прощу грехи их исцелю землю их ныне очи мои будут отверстие и уши мои внимательны к молитвам на всем месте на всем месте и ныне я избрал и осветил дом сей чтобы имя мое было там вовеки и очи мои и сердце мое будет там во все дни это похоже как будто господь сегодня говорит ко всем нам он избрал место присутствия его общину независимо какой части земли было не было он говорит я хочу если народ мой сделает нечто то я обещаю обетовать присутствовать посреди его я обещаю что я не покину их и не оставлю это обещание сегодня сбывается бог избрал нас чтобы мы не были от мира сего и представляли его как бога не просто любящего мы любим говорить наш бог милостивый любящий и так далее он просит все но бога справедливого но если справедливого это горе нам потому что мы не знаем насколько его справедливо к нам горе если мы будем надеяться по справедливости божьей горе нам потому что мы нуждаемся в благодати И как нам было прощено, мы также должны вмещать других людей и наставляя друг друга в вере помогать двигаться в единстве. Нам нужно это. Нам это очень и очень необходимо. Не имея 1 глава 7 стих. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповеди и уставов определенных, которые Ты заповедовал Моисею и рабу Твоему. Но помни слово, которое Ты заповедовал Моисею и рабу Твоему, говоря, если Вы сделаетесь преступниками, то Я рассею Вас по народам. Когда же обратитесь ко Мне и будете хранить заповеди Мои и исполнять их, то я бы, то хотя бы, извините, Вы изгнаны были на край неба, оттуда соберу Вас и приведу Вас на место, которое избрал Я. Потому что, чтобы водворить там имя Мое, за многие преступления народа Божьего Израиль получил свое возмездие. Бог рассеял Израиль. Рассеяние Израиля не произошло после разрушения храма. Только. Хотя это большая часть. Многие до сих пор верят, что после того, как Израиль отверг Иешуа, то Бог разгневался и рассеял их по всей земле. Многие теологи так и общаются, многие христиане так и общаются. Но рассеяние Израиля началось намного-намного раньше. Это процесс. Процесс, который сопровождается бунтом и нежеланием смириться перед Богом. Есть история в книге Неемии, которая говорит о изгнании священников из Израиля. И по этой причине, фактически, мы поехали в Зибабы. Неемии, 13 глава. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из-за азотянок, амавитянок, амавитянок. И оттого сыновья их пополовину говорили по-азотски или языком других народов, а они имеют, не умеют говорить по-уидейски. Я сделал за то, что выговор им проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волосы, заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли говорил, я грешил Соломон, царь Израиля, у многих народов не было такого царя, как он. Он был любимым Богом своим, и Бог поставил его царем над всем Израилем. И однако же чужеземные жены вели их в грех его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите перед Богом вашим, принимая вслужительство и чужих жен, и из сынов Иоды, сына великого священника Иллия Ашива? Один был зятем Санавалата, хоронянина. Я прогнал его от себя. Вспомни им, Боже мой, что они опорочили священство из завет священческий и левицкий. Это было неимия. Интересно, написано, что «Итак и очистил их от всех чужеземного и восстановил службы священников и левитов». Интересная история. Поехав в страну, в которой мы были, в Зимбабве, мы узнали об этой истории очень, как бы, случайно. Неимия, который возвратился на восстановление Иерусалима, он нашел, что священники, они уже смешались с другими народами. И чтобы очистить, он выгнал одного из священников, который был зятем Санавалата, и все семейство. Это изгнание послужило, фактически, сегодняшним, вот, то, что происходит сегодня в Зимбабве. Этот народ жил в маленьком городке, этот человек, или семейство жило в маленьком городке, который называется Лимба. И это был Ветхий Израиль. Они были изгнаны и переместились в Йемен. В Йемене прожили они две тысячи лет. И когда у нас начался голод, после этого они взывали к Богу, и Бог показал им другое место, место, где они поселятся. Они перекочевали и жили в земле, которая сегодня, это, вот, Зимбабве, Южная Африка, там еще места. И там нас начитывается их примерно около 500 тысяч этих Лимба. Эти люди интересны тем, что над ними произвели, знаете, вот, исследование. И оказалась интересная вещь. Если мы, европейские евреи, которые жили в Польше, вот, Украина, Белоруссия, Германия, Венгрия, европейские, ашкенассы, те, которые даже кичатся тем, что у них, они стопроцентные евреи, при всех обстоятельствах, их не, там, Галахей и все остальное, наличие еврейского ДНК у них всего лишь от 45 до 50 процентов. Понятно, да? Ашкенасские, эвери, сафарские евреи, которые живут вдоль или вокруг Средиземноморья, они с более темной кожей, и они их насчитывают, их, их не ДНК, насчитывается всего лишь 60 процентов еврейской. Когда, несколько лет назад, и эти, взяли у них ДНК на кровь и так далее, оказалось, у этого, у этой народности, лимба, которая, они себя, как бы, отождествляют тем, что они выходцы из, вот, Израиля, которые выехали, ну, как бы, их изгнали во время, не имея, плюс, они считают, что они наследники священства, у них нашли 70 процентов ДНК еврейского ДНК в их крови. И что-то произошло, знаете, что-то Бог начал делать там. Я верю, что это вот то, что мы говорим. Если мой народ смирится и его зовет, то я прощу грехи их. Эти люди кочевали, приехав туда, они, как бы сказать, не брали уже больше в брак чужеземцев. Они жили этой общиной, они развились. Между ними, как бы, есть позиция, которая, они придерживаются кашрута, они обрезывают своих детей, они мывают руки, они придерживаются именно своей, такой вот, общинское построение, как у Моисея. Должны быть сотники, тысячники, там, главы колен. И знаете, они были сохранены Богом для какой-то особенной позиции. 90 процентов почти из них верующие, или же номинальные верующие в Писание. То есть, что Иисус, Ишуа является мессией. То есть, что имею в виду номинальное? Наша страна считается православной, но не каждый украинец может похвастаться тем, что он рожден свыше, он знает Бога. Он просто говорит, я христианин. Также там есть люди, которые ищут Бога. Единственная проблема с ними, они, как бы, приглашаемы церквями, но их не принимают, потому что они стоят на своей позиции. Обрезание, кашрут, традиции. Несколько месяцев назад Джонатан Бернис провел там медицинской, как такой, я даже не знаю, как назвать, помощь такую провел. Семь с лишним тысяч человек были за пять дней осмотрены. Тысячу с лишним операций были сделаны прямо там, на местности. И там Бог начал делать работу. Они позвали Джонатана и сказали, слушайте, у нас есть предложение от ортодоксов, ортодоксальной Израиля, Израиля, чтобы мы, как бы, начали с ними сотрудничать. Мы собрали совет старейшин нашего колена, и мы решили, что мы не можем отказаться от того, чему были научены от Мессии. Но мы очень просим вас, помогите нам восстановить наши корни. Мы хотим научиться жить по-еврейски. Хотя мы уже две тысячи шестьсот с лишним лет мы оторваны от Израиля, были изгнаны, но мы сохранили то, что мы имели. Научите нас. Научите нас держаться того, с чего мы были оторваны. И это послужило нашему поезду туда. Приехав на то место, фактически, можно сказать, мы вернулись лет пятьдесят назад, которое в Советский Союз. В наших селах это было приемлемо после войны, например, вода, там большая редкость. Если она есть, то ее нужно кипятить, нельзя ее пить прямо с труб. И туалеты на улице, ну, это небольшая как бы новость, но что интересно, что каждый туалет, который у них на территориях не в семи, где они располагаются, разделен на мужской и женский. Когда я первый раз увидел в центре маленького этого поселения среди бизнесов туалеты такие страшноватые, знаете, заделаны штукатуркой, я подумал, опять мы попали в наши украинские села, либо знаете, туалеты при дорожье. но большому как бы моему сюрпризу, как всегда бывает, насмехаясь над чем-то, думаешь, опять попали, знаете, захотелось пойти в туалет, это неиздержимый был призыв природный, понятно, я пошел туда в туалет, и я страшно был удивлен, там чистота, там чистота. Люди по себе, они очень скромны, они нуждаются, и зарплаты у них мизерные, у многих даже нет велосипедов, чтобы было приезжать на служение, многие ходили пешком по 10 километров на наше собрание, они жаждут, и то, что Бог делает в восстановлении среди этого народа, я думаю, это будущее, о том, о чем мы мечтаем, я говорю о том, что когда Бог говорит о возвращении и восстановлении Божьего народа, он говорит, мое слово обязательно исполнится, я соберу их со всех краев земли, я дам называться своим Богом, и я верю, что вот с этим народом, именно так и произошло, будучи даже отделенный, рассеянный среди народов, он сохранил Божью искру, желание быть с Богом, эта история изгнания послужила великой историей сегодняшнего дня, нам сегодня вверена участь и привилегия научить этих людей принципов, которые мы сегодня с вами знаем, история этого народа, лимба, это уникальная история, и когда сегодня люди узнают об этом, они просто в шоке, Исайя 42,5 говорит, так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростревший землю с произведением ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящий по ней, по ней, я Господь избавил тебя в правду и буду держать тебя за руку, хранить тебя, поставлю тебя в завет для народов, во свет для язычников, чтобы открылись глаза слепых, чтобы узнали, чтобы узнека вывести из заключения, из сидящих во тьме из темницы, я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, хвалы моей истуканам, вот предсказанное прежде сбылось, но новое я возвещу прежде, нежели оно произойдет, я возвещаю вам, пойте Господу новую новую песнь, интересно, что Бог говорит, то, что я сказал об Израиле, оно исполнилось, я рассеял его, а то, что еще произойдет, я возвещу, я соберу их, кто сегодня думал или мечтал о том, что Бог каким-то образом, каким образом найти колено Израиля, каким сегодня образом найти левитов, каким образом найти там из Ашера, или же Як, Вениамина и других, где их найти? Чаще всего от Атодокси, говорит, если фамилию у тебя Левай, значит, ты из левитов, если у тебя Коганецкий, еще такие, значит, ты из первосвященников, но понятно, дай Бог, чтобы это так и было, но этих фамилий даже не похожи на еврейские, но они сохранили что-то, и Бог сверхъестественно будет, я исполню свое слово, я восстановлю, мы сегодня с вами свидетелями того, что Бог восстанавливает свой народ со всех сторон земли, отовсюду, Он, Бог, поднимает свой народ и Он говорит, то, что я вам возвещу, и возвещу прежде оно произойдет, почему? Я возвещаю вам, что оно произойдет, но пока оно будет происходить, вот что вам нужно делать, пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, все наполняющие Его острова, живущие в них, да возвысят голос пустыни, города ее, селение, где обитает Кедар, да торжествуют, живущие в скалах, да возвеселятся с вершин гор, да воздадут Господу славу и хвалу Его, да возвестят на островах, Господь выйдет, как Исполин, как муж брани, возбудит ревность, зовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих, долго молчал я, говорит Господь, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающие, будут разрушать и поглощать все, опустошу горы и холмы, всю траву их и сушу, и реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогою, которые они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом перед ними, кривые пути прямыми, вот что я сделаю для них, и не оставлю их, говорит Бог. Интересно это призвание для людей, сегодня Бог поднимает этот маленький народ, который численностью 500 тысяч человек, для того, чтобы их призвание было явным, и мы сегодня с вами участниками этого дела. По этой причине хочу сказать вам большое спасибо каждому, кто молился каждый день за нас. За это время у нас не было проблем со здоровьем, не было проблем с каким-то там еще заболеваниями либо расстройством, и Бог давал благодать. Ночью было 5 градусов тепла, и там не было ни отопления, ничего, днем 30 градусов жары. Там мы путешествовали каждый день по тем дорогам, которые назад, вперед, и все, что происходило там, это как, знаете, это было как увидеть, как дитя, которое рождается, которое знает, что Мессия, Бог, Он призвал их, но эти корни, которые в них, еврейские корни, зовут, чтобы исполнить. Он говорит, как нам исполнить понятие именно службы в Шаббате? Мы никогда этого не делали, потому что они были оторваны, были истинны. Сегодня для нас, Бог говорит, что нам необходимо начать конкретную молитву о будущем. Для нас сегодня важно не смотреть на обстоятельства пороческих ужасов и страхов, панику и голод, войны и нестабильности. Но нам важно помнить, что Бог обещал восстановить народ свой. В этом мы сегодня должны усиливаться. Услышьте меня, пожалуйста. Мы можем видеть ситуацию, мы видим, что происходит, но нас не должно это пугать, потому что через эти трудные обстоятельства в истории проходили многие поколения. И хочу напомнить, что если мы будем самоцентричны, если мы будем говорить, наша хата с краю, я ничего не знаю, если мы будем говорить, я не успел, я опоздал, ну и что, что будет, если без меня помолиться? Еще раз, я напомню вам, чем закончилось это с Израилем. Бог говорит, я не хочу, чтобы у вас была самоцентричность, я хочу, чтобы вы возлюбили друг друга, хочу, чтобы вы помнили, что вы нужды для меня, чтобы Слово Божие распространялось, и Бог собирает свой народ. Поэтому молитва за Израиль, молитва друг за друга важна на это время. И потом, и последняя фраза, которую я хочу закончить, посему скажи им, я сегодня говорю вам это слово, так говорит Господь Бог, уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки в Израиле, но скажи им, близки дни и исполнение всякого видения пророческого. не останется, ибо же не останется в студии никакого видения пророческого, или одно предвещающее не будет ложным в доме Израиля. Ибо я, Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится и не будет отложено в ваши дни. Оно исполнится. Наше призвание сегодня, наверное, же самое большее быть в строю молитвы. Я знаю, что это нелегко. Я знаю, что далеко путешествовать и в разных местах. Но услышьте, этот призыв сегодня у Господа. Ни одно пророческое слово, которое сказано в твою жизнь, оно как бы не не исполнится. Оно обязательно исполнится, но для этого необходимо приложить усилия. Ленивый никогда не получит свое вознаграждение, которое он должен или получает ветер. Но прилагающие усилия сегодня имеют надежду увидеть нечто большее. На наших глазах творится история будущего. просто простая вещь. Я вам там простую вещь скажу. Если израильтяне, которые считают себя стопроцентными евреями по Гагалахе, установили принципы, до сих пор они действуют, что исповедующий Ишуа Мессию еврей не является больше евреем и он может быть в любое время издан из Израиля или не допущен заезду Израиля, на это они имеют свое логическое право, потому что они считают, что так нужно, потому что христиане преследовали и уничтожили евреев. Это позиция ашкенадских евреев, которые утвердили на основании Холокоста и всех происходящих вещей, которые были здесь больше в Европе, в Евроазии. А что если Бог сохранил этот народ, который гравит ДНК имеет 70% еврейства, плюс это Коганим, это из священства, принявший Ишуа Мессию личным спасителем и умеющий и знающий правила Торы исполнения праздников, исполнения суббот Господних, правил и очищения и так далее, заявит потом, что мы хотим на основании нашего ДНК и то, что мы больше евреи, чем все остальные, заявить, что мы верим, что Ишуа Машеях. Станет ли и мы хотим переехать в Израиль? на этом основании. Что дальше будет? Помните, там было сказано, воззовут того, кого распяли. скажет, Багуха Баба Шем Адунай. Сегодня мессианский иудаизм или мессианское исповедание евреев, которые верят, что Ишуа Мессия, не считают части иудаизма, вообще, это не считают, как бы, нет, типа, христиане, но здесь, на основании, чего иудаизм вообще строится на исполнении предписании, да, галахи. Нет такой позиции, как не верить в Мессию. Но кто Он? Как это все может повлиять на будущее? Это удивительно. Поэтому сегодня Бог на самом деле ставит нас на другой уровень. Верить в Слово, которое Он сказал. И самое главное, друзья, самое главное, не уничтожать друг друга, потому что мы получим вознаграждение Израиля. Будем рассеяны. Но наоборот, с сегодняшнего дня, соединившись воедино, быть сильным и крепкими, стоять в молитве, в проломах друг за друга и за Израиль, это призвание очень важно и не последнее, и не первое. Наше первое призвание быть верующими в Мессию. Любить Его. А любить Его чем? Всем своим сердцем, всей своей душой и всей своей крепостью. Сейчас я дал возможность вам все встать на ноги. И если мы сегодня каким-то образом можем сказать, Господь, все-таки я не служил на созидание Твоего тела. А мои обиды, моя гордость, моя лень разрушала ближнего моего. даже я знал, что Он не очень хороший христианин, верующий. Прости меня. Потому что мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, пророком не так-то тяжело стать. Не так-то тяжело стать. Тяжелее стать пророком, который плачущий пророк. Плачущий, это значит ходатай. Тяжело стать пророком, который готов сегодня страдать с народом. Тяжело стать пророком, который будет ходить и помогать, утешать, зная, что человеку осталось совсем мало времени. Легко быть пророком с топором, мечом, но тяжелее быть пророком с полотенцем и тазиком для омовения. Возьмите пример у Мессии, зная, что ему придется пережить, зная, что его предадут, зная, что от него отрекутся его самые любимые. Он смирил себя. Он пророчествовал Иуде, говорит, ты это сделаешь, но он любил его. Он говорит, сделай побыстрее, что ты должен сделать, потому что я сделаю то, что я должен буду сделать, примирить всех людей с Богом. Этим пророком тяжело стать, стать пророком примирения, умилостивления, ходатайства, помощи. Я думаю, когда мы говорим о пророческом духе, мы говорим именно об этом. Сделать общину сильной, как гранит, сделать нас и хат одним целым, обличая, другие должны принимать и сказать, Господь, если это так явно в моей жизни, что я должен сделать? Мы живем в особенное время, когда Бог открывает колено Свои Израиля, поднимает Его среди народа. Посмотрите, что Он делает. И нам оставаться беспечным нельзя. Это не полагается. Поэтому, если мы чувствуем, что мы не исполнили своего призвания еще, не огорчайтесь, вы обязательно сделаете но откройте свое сердце с благоволением к Богу. Помогите друг другу, помогите Богу спасти людей. Если вы сегодня хотите покаяться, принять еще ваше спасителем, у вас есть это время. Сегодня. Если хотите раскаяться в своих поступках, сегодня это можно сделать. если вы хотите сегодня получить исцеление, в первую очередь духовное исцеление, а тех ран, которые были нанесены вам, или вы нанесли другим, я вас приглашаю вперед сюда. Потому что за духовным исцелением идет обязательно физическое, как подтверждение Божьей милости. Во время поклонения я попрошу, чтобы люди вышли вперед. Я буду просить, потому что когда мы были там, эти люди, простые люди, во время молитвы мы просто убеждали их верить в сверхъестественное Божье присутствие. Вы знаете, люди стали были глухими, они стали слышать. у людей болели спины, которые на голове всякую ерунду. Все на голове носят. Потом получали исцеление. Человек, который был слеп на глаз, там получил свое исцеление. Наш Бог, Он говорит, я исполню. Я искореню эту пословицу, что не исполнится. Он говорит, все мои слова, они исполняются. Ишуа это нейно. Святой Израилев, Бог Авраама и Цаха Якова, как чудесны дела Твои и как всемогущие. Господь, спасибо Тебе, что Ты избавляешь нас от этих ненужных пословиц. и Ты говоришь, скажи им, так, говорит Господь, уничтожу эту поговорку и не будут уже употреблять такой поговорки в Израиле, в Доме Божьем. с каждое слово, которое Он сказал и обещал, Он исполнит. Аббат, я благодарен Тебе за то, что Ты нашел нас, Господь, Ты избавилась от рабства греха. Я благодарен Господь, что у нас есть это обетование, призывающее имя Твое спасется, и сегодня мы призываем Твое святое имя. Мы падали, и мы поднимались, мы роняли Господь, и мы поднимаем Господь опять. Мы Господь не были слепы, сегодня Господь мы прозреваем о том, что Ты нас любишь, что Ты, если Ты даже рассеял отверх, выгнали мы были, Ты приближаешь себе, и все, что отвергнуто людьми, непринимаемо людьми, если раскаяно Господь ты принимаешь. И сегодня Господь алтарь открыт, Господь к Твоему прикосновению, мы нуждаемся в этом. Мы нуждаемся в этом, чтобы Ты избавил нас от горечи и зависти. Мы нуждаемся, чтобы Ты, Господь, избавил нас от автости, Господь, злословия, Господь этого центристи, самолюбия и центричности своего себя, но чтобы были бы открыты, чтобы мы смогли возлюбить других больше, чем себя, как рабшим, который готов был умереть за людей, чтобы они были спасены. А он был готов быть отвертан от мессии, быть приняты тобой. А нет времени молитвы, нет времени общения с тобой, Господь, это улей, который внутри нас избавит тайным огонь, огонь, рвение по Тебе и спеши Господь для помощи, спешить на молитву, спешить единстве, спешить видеть Тебя приходящего. Потому что то, что ты делаешь по земле, по всей земле, оно уникально, Аба, и спасибо за эти пророческие знаки, восстановление Того народа. Я прошу за каждого, кто вышел вперед, прямо сейчас, в эту минуту. Господь, ты прощаешь, и не только, Господь, ты прощаешь, ты даешь им сейчас свободу. Господи, если люди вышли не просто на покаяние, о своих делах, поступках, Господь, Боже, дай им твердое основание в Тебе, чтобы они не колебались более. И если, Господь, если произойдет кое-коди, еще если Господь, они опять споткрутся, у них есть первосвящение, которое ходатайствует пред Тобою самих. Пускай кровищу обиссерии очистить их от всякого греха. И в этот момент, Господь, прикоснись сверхъестественным, Аббас сверхъестественным к телу, ты подтверждаешь написание, просящий получит стучащему открою. Обосвобождай людей от всякой зависимости, чтобы то ни было сексуальное, наркотическое, алкогольное, компьютерное, порнографическое, Господь, злословие, Господь, либо какая-то клептомания, либо еще какие-то другие мании. Боже, ты есть центр нашей жизни, и ты приносишь исцеление в наш разум, в наши руки, в наше сердце, в наше тело. Мое имя еще виси. Благословен Бог наш царь вселенной, не пощадивший своего сына, но отдавший его за нас. И ты есть Бог наш. Адонай, Адонай, Рои. Глаза. Адонай, Рои. Боруя Хелохим, Дух Бога Живого, ты касаешься каждому из нас, изменяй. О, если вы болели, если вы пришли сюда с какой-то тяжкой болезнью, с какой-то тяжкой болезнью, проверяйте себя. Проверяйте себя. Проверяйте себя. Проверяйте себя. Если у вас болел желудок, вы возьмите эту часть желудка. Если у вас болела спина, нагнитесь. Нагнитесь. Да, 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 нагнитесь. Нагнитесь. Пожалуйста, сестры, подложите на нее руки. Там есть любопытные. Не делайте любопытство. Я попрошу, чтобы слушателя вышли вперед. Олег, Саша, подложите на нее руки. Писание говорит о том, чтобы возложить руки на больных, они будут здоровы. Только то, что нужно сделать, это верить, что возложение рук не является каким-то уникальным движением. Это Бог, который сказал, я сделаю это по имени Ишума. Заболевание печени. Заболевание печени. Оно сейчас исцеляется. Вашем это ныне. Дальше больше говорю. По причине наркомании. У многих внутролезти, они просто уничтожены. И Бог говорит, что время исцеления для вас. Время восстановления для вас. Это время вашего решения предстоять пред Богом сильным. Для вас это время. Благословен Бог нашим. 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 Он водит меня. Он водит меня. Он водит меня к славчным пашетям. Он водит меня. Благословен Бог нашим. Благословен Бог нашим. Благословен Бог нашим. Господь, пастырь мой, Господь, пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться, Господь, пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться, Господь, пастырь мой, Господь, пастырь мой, Господь, пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться, Господь, пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться, Господь, пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться, Господь, пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться, Господь, пастырь мой, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok